здравствуйте приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим что вот убираем чеснок зимы убираем лук мы уже пора освобождается наши градки что посеять и посадить после этих культур ну первое что необходимо помнить что любую культуру которую мы не сели надо будет подудобрить ну а чем будем добрать почву уже после лука и чеснока как бы уже питательные вещества эти культуры забрали поэтому добрым нашу почву любое сложное минеральное удобрение подойдет из расчета 1 столовая ложка метр квадратный рассыпали ну а дальше самое интересное что вы хотите иметь ну во первых замечу сразу что такие где рос лук и рос чеснок такие места очень благоприятны для посадки садовой земляники но сейчас очень жаркая погода стоит конечно поэтому садовую землянику посадить как бы бессмысленно температуры 34 35 градусов она будет очень болеть не факт она приживется она просто-напросто может сгореть на ярком солнце поэтому будем идти другим путем что мы дальше можем мы можем получить какой-то второй урожай на этом месте когда вы не копали как-то мне в отзывах писали что мы копаем на на петра и паула там на другие праздники копать и копать и на здоровье ну второй урожай можно получить ну частности в своем опыте что я получаю 2 урожай сюда прекрасные это спаржа фасоль спаржа фасоль даст хорошие стручки в сентябре месяца для консервирования конечно семян где уже ни сорёшь в стружке для консервирования будут прекрасные точно также можно посеять горох он также даст хорошие стручки в сентябре месяце чем эти культуры будут полезны для почвы, потому что они накапливают азот, значит, они будут почвой, что повышает плодородие почвы, за счет того, что они будут расти на нашей градке. Ну, а потом, когда уберутся те же стручки с них, их можно массу, эту зеленую, измельчить и закопать в почву. Так что мы будем, соответственно, иметь и урожай, и будем иметь, как бы, удобрения для почвы. Конечно, можно пойти путем таким, что мы будем просто-напросто выщем седираты. Это тоже, как бы, в июль месяц, начало августа можно выщевать любые-любые седираты, которые вы можете найти, и что вам нравится. Но тут не забывайте несколько важных моментов. Ну, значит, что седираты красноцветной группы, типа той же речки, типа той же горчицы, значит, если они будут выщены на вашем участке, они, соответственно, будут привлекаться гусениц-белянок. Это раз. Гусениц-белянки будут прилетать на эти культуры и будут повреждать вашу капусту, которая растет на участке. Это один нюанс. Второй нюанс. Если выщерите эти красноцветные седираты, значит, на этом месте, где рожат чеснок, уже на следующий год капусту, редиску и другие культуры, капустные группы уже не подсадите. Они просто-напросто будут болеть и развиваться слабо. Поэтому тоже помните об этом. Ну, самый универсальный седират, который, конечно, подойдет для любой почвы, для того, чтобы не замораживаться, это фацелия. Пощели фацелию, она будет расти прекрасно на этом месте. Но если у вас позволяет земля, если у вас и хватает земли, значит, можете пощеть клевер. Пощиенный клевер в этом году, он растет в следующий год, и в следующую осень он начнет отмирать, вот потом заделается почву, почва отдохнет и будет давать в последствии очень богатый урожай. Но опять же, ну, раз клевер, соответственно, если даже люпин тоже посеять, он тоже вырастет, но уже фасоль после этой культуры вы не посадите, потому что фасоль будет болеть. Поэтому, исходя из того, какие седират, что вы планируете посадить на этом месте, подбираем, соответственно, седират. Потому что седират, я отмечаю, очень много. Ну, фацелия, это универсальный седират, который подойдет для любой культуры, потому что у него нет родственников ни среди одной культуры. Ну, конечно, еще такой хороший седират подойдет еще на вашей градке. Это овес. Овес или озимая рожь. Ну, озимая рожь, как бы я не очень советую, потому что с ней приходится потом бороться весной, а вот овес даст прекрасную массу, которой еще можно будет в начале октября заделать почву, и ваша почва будет рыхлая, плодородная, и весной готова для посева и посадок любых культур. Почва, как после любой культуры, обычно всегда полна каких-то болезней. Поэтому, если вы хотите, чтобы последующие ваши культуры не болели, значит, делаем очень просто. Берем в сенную палочку профит и проливаем нашу градку, освободившуюся. Мы очищаем почву, соответственно, меньше болезней остается в нашей почве, и в последующем культуре будет расти гораздо лучше. Не будут болеть. Так что вы собираете один урожай и получаете второй урожай или овощных культур, или засеваете седератами, повышаете плодородие почвы. Выбор за вами, каким способом пойти, что вам больше по душе, и что вам, как бы, работ сейчас немного, любой из этих способов имеет право на жизнь. И вы можете применить его на своем участке. Если вам это понравилось, подписывайтесь на канал про цветок, ставьте лайки, заходите в наши магазины, а вам здоровой почвы и хороших урожаю. До свидания.